Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, он как бы заканчивает наши беседы по Евангелию от Матфея, по сложным местам Евангелия от Матфея. Вопрос такой, как три личности могут быть Богом, когда существует только один Бог? Текст, от которого мы будем отталкиваться сегодня, это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В чем проблема? Невнимательный читатель не обращает внимания на то, что здесь не сказано «Крестите во имя имена Отца, Сына, Духа Святаго». А здесь сказано «Крестите во имя единственное число». В одно имя, потому что одна божественная сущность. А далее Отца и Сына и Святаго Духа. И всегда, когда в Священном Писании приоткрывается некая такая завица, неведение, и открывается тайна Троицы, там обязательно одно слово будет во множественном числе, другое слово будет в единственном числе. Таким образом, Матфей упоминает Отца и Сына и Святаго Духа как части единого имени. Он не говорит имена, но он говорит имя, и мы употребляем слово «Бог» в единственном числе, «Бог», имея в виду три ипостаси – «Бог Отец», «Бог Сын», «Бог Дух Святой». А Святой Афанасий Великий говорит, «Это не три Бога, это один Бог, потому что у трех ипостасей одна божественная сущность». И вот то обстоятельство, что слово «имя» в единственном числе и три ипостаси – «Отца» и «Сына» и «Святаго Духа». И действительно, существует один Бог, об этом мы читаем в Второзаконии 6.4, 1 Коринфянам 8.6, но Бог действует в трех лицах, в трех ипостасях. И в нашей христианской православной традиции установлено, когда в молитве мы обращаемся к Отцу, мы должны иметь в виду и Сына, и Святаго Духа. И наоборот, когда в молитве мы обращаемся к Духу Святому, мы должны иметь в виду и Сына, и Отца. Конечно, догмат Святой Троицы предстает таким образом чем-то нелогичным. Но если бы догматы веры были бы логичны с точки зрения человеческого рассудка, то они, скорее всего, были бы человеческого происхождения. А сама такая внешняя нелогичность догматов указывает на их божественное происхождение. И когда иудеи или мусульмане говорят нам, а неудобнее ли было бы христианам вообще оставить учение о Троице и просто говорить о едином Боге? Мы говорим, нам было бы очень неудобно оставить учение о Троице, о Боге человечестве и Христа Иисуса. Это и составляет суть нашей веры христианской. И каждый этот догмат имеет нравственное приложение. Да, мы не верим в одиночество Бога, так как в одиночество Бога верите вы, и иудеи, и мусульмане, при всем нашем уважении к вам. Потому что если Бог – абсолютное одиночество, и при этом Он – любовь, Он – источник эгоизма и себялюбия. И мы верим в Богочеловечество Христа. А что такое вера в Бога человечества Христа? Это вера в то, что встреча между божественным и тварным, она все же возможна. И она состоялась в Сыне Божьем, Который одновременно в единую постать истинный Бог и истинный человек. И нам, христианам, было бы трудно верить в ягвистическое одиночество Бога. И в противоположность этой концепции учение о Троице решает эту сложную парадигму. Бог Отец предвечно любит Бога Сына, Бог Сын предвечно любит Бога Отца, и они пребывают в любви Духа Святаго. И сам мир, в котором мы живем, творится от избытка лиц Святой Троицы друг ко другу. А тайна Боговоплощения – это тайна о том, что встреча между небесным и земным, божественным и человеческим, она возможна. И она произошла, когда Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины. Берегите себя. Храни вас Господь. Спасибо. Продолжение следует...